Здравствуйте, друзья! С вами Школьное телевидение и я, ее ведущий, Геннадий Зрянов. А начать нам бы хотелось с осеннего вермессажа, который представит ученик 9-го А-класса Гайдук Владимир. Здравствуйте! 1 сентября в нашем Центре инклюзивного образования был представлен вермессаж детских работ. В вермессаже представлены работы Васильева Романа, Матреафина Аркадия, Павлова Елизаветы, Коноваловой Ангелины, и Менчаевой Анны. Все дети находятся на индивидуальной форме обучения. Мы очень надеемся, что в следующий раз и ваши работы тоже будут представлены на этом вермессаже. Следующая новость о том, сколько политических партий нужно российским избирателям. Ответ на этот вопрос искали на своем заседании 1 октября 2015 года в Доме молодежи члена Новгородского городского клуба знатоков избирательного права. Также в этом вопросе помогал нам разбираться гость из Москвы, депутат Государственной Думы Сергей Юрьевич Фабричный. Заседание открыла субпредседатель клуба Мария Панкрасьева. Обсуждение темы началось с развернутого выступления Сергея Фабричного. Для начала им были сформулированы особо важные аспекты, которые учитывались федеральным законодателем при принятии изменений в законы о выборах и политических партиях. Во-первых, это учет исторических, культурных, социальных, экономических, а также политических традиций страны. Во-вторых, оценка степени развития гражданского общества, в том числе активность неформальных общественных объединений. В России на сегодняшний день насчитывается 75 политических партий, которые имеют полное право на участие в выборах. Также на сегодняшний день в проференции на будущие парламентские выборы имеют только 14 партий. Сергей Фабричный остановился также на применении смешанной избирательной системы на выборы в Государственную Думу, которые намечены на 2016 год в сентябре. Итогом дискуссии считали выводы о том, что современная избирательная система и законодательство о политических партиях и ее выборах в полной мере соответствует политическим интересам. Сейчас, к вашему вниманию, мы представляем одно из выступлений кукольного театра на тему здорового образа жизни. Карр! 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 Здравствуйте, дети! Мы пришли поговорить о здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни – это не только экологически чистое питание и занятие спортом, но и примеры – это ведение. Нельзя кричать и капризничать. Нужно создавать хорошее настроение себе и окружающим людям. Мы покажем расцепку капризка о том, как не нужно себя вести. Не хочу я руки мыть, не хочу я кушать. Целый день я буду ныть, никого не слушать. Что случилось с нашим огромным? Она плачет, житель ничего не хочет. Говорим, усердшим. Патрешка, пойдем погуляем, смотри, какая хорошая погода. А я хочу плавую, пусть идет дождь. Тогда ты промокнешь. Хочу промокнуть. Может быть, ты есть хочешь? Я бы принес тебе. Ничего я не хочу. Ни котлеты, ни конфеты, ни чай, ни муга, ни кокава. И мороженого. И мороженого не хочешь? Сливочного, шоколадного, фурничного. Ни мороженого, ни пирожного. Может быть, тебе холодно? Я бы принес тебе плату. Мне не холодно и не жарко. А почему ты плачешь и кричишь? Почему я все кричу? Вам какое дело? Ничего я не хочу. Все мне надоело. Может, ты больна? Скажи А. Б! Дыши. Сами дышите. Сейчас мы тебя послушаем. Ага. Ага. Что ага? Что ога? Определенно. Это самое. Что вы говорите? Хорошо. Так и быть. Скажем по секрету. Только никому не говори. Никому не скажу. Но что? Ты проглотила каприску. Он летел тут и залетел к тебе в рот, когда ты плакал. Я проглотила каприску? А какое? Вообще, где ты, не умытый, страшный зверь. Булка-злюка любит скуку. Он тебя занес теперь. Тут он, тут он, рядом, близко зовется. Он, капризка. Он взлетел к тебе в рот, когда ты плакал. Он летел тут и взлетел к тебе в рот, и ты стала самая капризная. Не хочу быть каприской. Скажи весело и громко. Я не хочу быть каприской и не буду больше капризничать. Каприска, уходи вон. Не хочу быть каприской. Каприска, уходи вон. Вылетел вон, вон. Полетел каприска. Гоните его. А куда же он полетил? Искать ребят, которые стоят с открытыми ртами и плачут и капризничают. Лечит вам к ним в рот. И они станут капризками. Я не буду плакать, упрямиться. Простите меня, пожалуйста. Так лучше быть. Простим тебя. Лучше съесть и вы не риску или сладких сухарей, а капризами и упрямцами, то отстраните поскорее. К нам пришла новость о заключении сетевого договора с музеями. О том, пойдет ли это нам на пользу, мы узнаем из аппортажа Анатолия Базаева. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Горина Ильина Тольна и Анна Сергеевна Третьяк, учителя истории. А тема сегодняшней беседы – сетевой договор с Новгородским музеем-заповедником. Ильина Тольна, у меня вопрос к вам. Что такое сетевой договор? Сетевой договор с Новгородским музеем-заповедником предполагает использование объектов музея, церквей, памятников, архитектурных сооружений в учебных целях. То есть мы можем совершенно бесплатно посещать эти объекты и на их территории проводить учебные занятия по краеведению, по истории, по мировой художественной культуре. И душа пожелает абсолютно бесплатно. Даже никаких взносов? Нет, взносы там, конечно, какие-то будут, допустим, ну это будут минимальные взносы, но за саму экскурсию нам платить не нужно будет, потому что это будет не экскурсия, а учебное занятие. Это будет урок, который будут проводить мы, учителя истории. Поэтому цены минимальные. Анна Сергеевна, Москва. Так, какие мероприятия уже были в рамках этого проекта? Ну вот в середине сентября мы с Еленой Анатольевной организовали интерактивную игру-путешествия по Ярославову Дворищу. В этой игре участвовали ученики 5-го Б класса и 6-го В класса. Это учебное занятие предполагало ориентирование по Ярославову Дворищу, сравнение древней схемы Ярослава Дворища и современной схемы. Ученики искали объекты, церкви, располагаемые на Ярославовом Дворище, узнали много нового для себя, много легенд, связанных с Ярославовым Дворищем. Ребята очень довольны. А завтра, 16-го октября, мы планируем с 6-м А-классом и с 5-м А-классом посетить тоже мини-экскурсию по Ярославову Дворищу и посетить, самое главное, это Никольский собор. Панорама истории Ярославово Дворища. Ну, я думаю, к вам последний вопрос. Вот какие еще вот вообще планируются? Не только завтра, вот сейчас, как мы будем. А вот вообще? Ну, мы планируем, у нас, сейчас мы посещаем объекты Ярославово Дворища, да, теперь мы планируем перейти в Новгородский Кремль в первую очередь, то есть посетить Грана Виктору Палату, музей сам краеведческий, забраться на башню Попой, на сбойницу забраться тоже, по боевому ходу. Ну, в общем, все, что есть в Кремле мы планируем. И по стене Кремля тоже. И по стене Кремля тоже. По возможности. По возможности. По возможности. А вот Ярославово вообще входит? Да, да, музей деревянных ярославовочных Ярославово тоже входит в объекты Новгородского музея строительства. Желающих много, поэтому будем работать. Я знаю, что 10 класс хотел посетить музей искусств. Да. Да, вот мы готовы провести такое занятие. 6-й В и 5-й А уже сходили на экскурсию, а по Галинину мы узнаем из следующего видео. Сетевой договор с музеем уже действует. На днях наши учащиеся посетили несколько музеев. И сейчас мы расспросим 6-й класс, собственно, вы, какие музеи вы посетили. Мы посетили в Ярославово дворище. Мы ходили и рассматривали, какие там были памятники. И нам рассказывали всю историю нашего Новгорода и о самой торговой стороне. Мы сыграли одну и другую, мы разделились на две команды. И мы искали разные дома и смотрели их историю. С какого они там века и сколько простояли и как они называются. Интересно было? Ну да. И мы еще вокруг одного здания прошли 3 раза 160 углов. Ваше впечатление? Ну здорово. Погуляли, подышали воздухом. Я чуть не пропустил художку. Очень понравилось. Сильно. Не все. Мы там глядяшки. Узнал много. Не хотели бы еще. А хотели бы еще посидеть? Да. Очень хотели. Ну, мы надеемся, что ваше желание будет. Все, спасибо большое. Представьтесь. Алена Васильева. Василия Политик. В ноябре месяце стартует конкурс «Улица, на которой я живу». На конкурсе могут представлены работы, рисунки, улицы, на которой вы живете. Интересные факты, сводки, исторические фотографии. Отправка всех работ осуществляется по адресу, который вы видите на своих экранах. А дать старт этому конкурсу вызвался ученик 10 класса, Евгений Филиппов. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать о улице, на которой находится наша школа. Улица Попова находится в западном районе нашего города. Сформировалась она в начале 1960-х годов. А именно, 24 мая 1966 года, согласно решению Новгородисполкома, получила название в честь российского изобретателя радио Александра Попова. Левая и правая стороны улицы разнесены на 140 метров друг от друга и застроены многоквартирными жилыми домами. На этом наш выпуск заканчивается. Ждите следующих выпусков новостей. С вами был Геннадий Зырянов. Всего доброго.